Приветствую уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала. Ну вот я и написал обещанную новую публицистическую книгу. На этот раз и решил не связываться с издательствами и опубликовал ее на электросу. Цена книги 79 рублей 99 копеек. Как я уже сказал, эта книга не художественная, а публицистическая. Кроме того, она выдержана в хорошо известном подписчикам и зрителям нашего канала формате. Это сборник отзывов на цикл книг Владислава Крапивина «О вселенной Великого Кристалла», а также на еще один цикл книг. На межавторский цикл книг о Ричарде Блэйде. Точнее, на их скажем так, слишком вольный перевод российскими писателями. А еще точнее, даже не слишком вольный перевод, а слишком вольный пересказ. В этом плане пересказ очень похож на пересказ истории о Пиноккио и истории о стране Оз, которые у нас стали Буратино и волшебной страной. Историями о Буратино и историями о волшебной стране. И которые у нас, согласно супругам Базиновских, стали конспирологическими. И я с этим согласен, должен сказать. Главную роль в этом перескаде сыграл русский писатель такой Михаил Ахманов, настоящее имя и фамилия Михаил Нахмансов. И, видимо, он и предал данным книгам конспирологическую составляющую. Или, во всяком случае, прежде всего. Вот как выглядел Владислав Крапивин. А вот как выглядел Михаил Ахманов. Ну и понятно, публицистическую книгу можно не считать на камеру. А эти отзывы можно просто озвучить близко к тексту, что я уже не раз и делал на нашем с вами канале. Естественно, с другими отзывами, а не с этим. И чем я и сейчас, с вашего позволения, хотел бы заняться. Вот как выглядит обложка книги. А вот как обложка книги выглядит в полном размере. Итак, начнем с предисловия. В 1994 году вышла первая книга супругов Бузиновских об очень удивительном и очень таинственном человеке. Роберт Абартиньев. Она называлась «Роб». Но, боюсь, эта книга оказалась мало замеченной и читателем, и литературным сообществом. В 2004 году вышла их вторая книга. Опять же, о Роберте Абартиньев. Она называлась «Тайна Воланда». Вот ее судьба литературная оказалась намного лучше, намного удачнее. Она стала бестселлером. И в обеих этих книгах рассказывалась буквально ошарашивающая история. История, да, вот этого самого человека, Роберта Бартиньев, который по происхождению был вроде бы итальянцем. Кроме того, он был итальянским коммунистом. И в 20-х годах он по поручению итальянской коммунистической партии переехал в нашу страну, в Советский Союз, и стал у нас авиаконструктором. А авиаконструктором он был действительно генеральным. Вот как он выглядел. Перед переездом в СССР он дал итальянским коммунистам клятву. Сделать все, чтобы красные самолеты летали быстрее черных. И он с честью эту клятву выполнил, воплотил в жизнь. Он создал советскую авиацию и космонавтику, которые, да, безусловно, стали лучшими в мире. И его учеником считал себя академик-кароликом. Но это было далеко не главное, что он сделал. Главным его даром, что о нашей стране, что человечеству, стала его концепция шестимерной вселенной. И вытекающее из нее ноосферное мировоззрение. Но вот с этим мировоззрением все далеко не так просто, как с авиацией и космонавтикой. Дело в том, что это мировоззрение, по сути, было дальнейшим развитием мировоззрения коммунистического. И тоже строилось на идее социальной справедливости. Но оно перестало уже быть коммунистическим в толковании Бартинии. Более того, оно перестало быть даже материалистическим. Надеюсь, я когда-нибудь остановлюсь на этом вопросе более подробно. Того же, кого этот вопрос заинтересовал уже сейчас, я отсылаю к моему ролику, Роберт Бартинии. Он есть в подсказке и будет на конечной застройке. Кстати, есть мысль, что Роберт Бартинии вообще не принадлежал нашему миру. И пришел в наш мир из мира другого. Куда более совершенного. Не вдаваясь в подробности, я скажу со всей ответственностью. Я вполне допускаю, что эта мысль может быть правильной. Понятно, он не мог в Советском Союзе опубликовать это мировоззрение открыто. Скажу больше, его сложно открыто опубликовать даже и на Западе. Оно очень сильно противоречит доминирующим в нашем мире авраамическим религиям и прежде всего христианству. А также им двум главным деревотам. Мировоззрению буржуазному, или как сейчас называют его либеральному, и мировоззрению коммунистическому. И, судя по всему, на Западе сторонники мировоззрения Бартинии тоже ведут работу по его пиару тайную пока. Полностью аналогичную работе Бартинии в этом плане в Советском Союзе. В СССР же, согласно супругам Бузеновским, Роберт Бартинии создал тайное общество «Диск», в которое вошли советские писатели, составляющие золотой фонд не только советской, но и мировой литературы. И они в своих книгах тайно, между строк, начали это мировоззрение пропагандировать. Список писателей, входящих в тайное общество «Диск», согласно Бузеновским, очень большой. И я не буду у вас ничего деться. Но, на мой взгляд, наиболее удачно раскрыть это мировоззрение удалось Ивану Ефремову, прежде всего в своих четырех романах. Том Мануси Андромеды, Лезвие Бритвы, Час Быка и Таиса Финская, а также братьям Стругацких. У братьев Стругацких, как известно, произведение намного лучше, чем у Ивана Ефремова. Вот как выглядел Иван Ефремов. А вот как выглядели братья Стругацкие. Должен сказать, что я заметил то, что масса писателей, как советских, так и зарубежных, писателей действительно, да, с мировым именем, пиарят некое неизвестное науке и вообще мало знакомое европейцам мировоззрение очень и очень давно. Еще в бытность мою курсантом высшего военно-политического училища. И тогда же я начал эту тему изучать. Изучать, как говорится, прежде всего для души, а не для диссертации. Поэтому книги Базиновских были для меня очень понятны и близки, хотя, должен сказать, они упустили в них ряд очень важных моментов. И прежде всего они упустили присущий этому мировоззрению элемент богоборчества. А, видимо, это и является главной причиной того, почему это мировоззрение подается тайно и на Западе. Я думаю, здесь будет правильным сказать, что такое богоборчество. Потому что в нашей стране ответ на этот вопрос знают только специалисты. Кроме религий, проповедующих поклонение Господу Богу, есть еще и религии, его проклинающие, считающие Господа Бога страшным преступником и законченным мерзавцем, узурпировавшим власть в нашем мире и чудовищно наш мир изродовавшим. И исходящим из того, что с властью этого Бога надо бороться. И однажды власть этого Бога надо свергнуть. Именно поэтому это и богоборческие религии. Часть таких религий дожила на нашего времени. И, пожалуй, самым ярким примером, так мы и ныне существующей богоборческой религии, является гоноститизм. Приверженности, к которому успели признаться и братья Стругацкие. И, думаю, резон в таком взгляде есть. В наше время, благодаря мудрой политике великого президента Путина, поставившей нашу страну на грань катастрофы, получила широкую известность мысль, не может быть царь хорошим, если бояре плохие. Народ долго верил Путину. До того он долго верил Сталину. Веру в Путина народ к счастью уже потерял, разуверился. А до того народ долго верил в доброго царя. Специалисты называют такую веру наивным анархизмом. Но дело в том, что вера в доброго бога имеет те же самые корни, что и вера в доброго царя. И, как показывает исторический опыт, эта вера заканчивается. Как только народ понимает простую истину. Не может бог быть хорошим, если его мир такой плохой. В истории так было не раз. Яркий пример это, опять же, история гностической религии. О чем опять в нашей стране знают только специалисты. В 13 веке очень многие европейцы поняли, что не может быть бог хорошим, если его мир такой плохой. И несколько десятилетий Европа качалась на весах. Какой ей быть? Точнее, какой ей стать? Христианской или гностической? Так называемые альбегойские войны или альбегойские крестовые походы наглядное тому свидетельство. Католической церкви с огромным трудом удалось устранить все растущее влияние гностической религии буквально залив регионов, в которых укоренится гностицизм кровью. И альбегойцы героически сражались не только против крестоносца, но и против самого Господа Бога, которого искренне считали законченным мерзавцем, подло захватив изрубировавшим власть в нашем мире и наш мир необратимо изуродовавшим. И героизм альбегойцев вошел в историю. Альбегойцы практически никогда не сдавались в плену. Самое же главное, то, что наш мир действительно чудовищно изуродован, это факт. И это бесспорный факт. Иван Ефремов в романе «Час быка» назвал это уродство инферно. Но наиболее удачно, на мой взгляд, ему удалось сформулировать это положение в другом своем романе – «Лезвие бритвы». Я приведу эту цитату полностью. Получить лучшее, создать совершенство, природа может лишь через бой, убийство, смерть детей и слабых. То есть через страдания. Наращивая его по мере усложнения и усовершенствования живых существ. Это первичный изначальный принцип всей природно-исторической эволюции. И он изначально порочен. Поэтому понятие о первородном грехе, издревле обрушенное на женщину, должно быть перенесено на нескладную конструкцию мира и жизни. И если бы и был создатель всего сущего, тогда это его грех. Ибо мыслящему существу нельзя было не подумать об облегчении страдания, о неувеличении его, какая бы цель ни ставилась. Потому что все цели – ничто перед миллиардом лет страдания. Чего, как я уже сказал, не заметили супруги Бузиновские. А это один из краевольных камней мировоззрения, предложенного Робертом Бартиньем. И естественно, я не поверил недавно появившимся публикациям о том, что книги Бузиновских – это литературная мистификация. И я продолжаю всерьез изучать эту тему. Думаю, она очень и очень интересна и очень и очень перспективна. И я изучаю ее, в том числе и на предмет выявления новых писателей, которые, по крайней мере, могут быть членами тайного общества НИСК. И в этом плане несколько лет меня заинтересовало творчество Владислава Крапивина и Михаила Ахманова, Нахмансана. И именно мои отзывы на их книги я и предлагаю нашим уважаемым читателям. Отзывы, понятно, сделаны с учетом того, что в книгах может быть конспирологическая составляющая. И особо здесь я хотел бы остановиться на ситуации с Владиславом Крапивиным. Дело в том, что я его много лет считал просто очень хорошим детским писателем. Я понятия не имел, что он пишет еще и научную фантастику. И только вот в конце 90-х, я извиняюсь, в начале 90-х, еще в Советском Союзе, мне попалась в руки его книга «Голубятня на желтой полине». Вот тогда я познакомился с его научной фантастикой, и она меня очень заинтересовала. Но по-настоящему меня его творчество заинтересовало куда позже. И заинтересовало оно меня в период, когда уже я перестал работать над наследием Бартини только в столб. В 2011 году я издал большой научно-фантастический роман по мотивам произведения Ивана Ефремова «Темное племя» и начал работать над его продолжением. Ролик об этом будет на конечной заставке. Вот как выглядит обложка романа. А вот его обложка в полном размере. И вот именно в этот период произошло нечто, что заставило меня приостановить, работа над продолжением романа. Одно из самых удивительных дел Роберта Бартини это создание им в 30-х годах 20-го века невидимого самолета. Невидимого в прямом смысле, для глаз, а не радиолокатора, которых в 30-х годах, кстати, еще и не было. Информация об этом почему-то просочилась в открытую печать. И я об этом прочел еще в детстве. В моем тогда любимом журнале «Техника молодежи». Ну и понятно, много лет я пытался добыть об этом дополнительную информацию. После того, как «Тайна Воланда-Бузиновских» стала бестселлером, об этом стали писать куда больше. Но боюсь ни одной из объяснений, даже в поздних публикациях объяснений оптической невидимости самолета Бартини нельзя назвать научным. Так вот, действительно, научное объяснение оптической невидимости мне однажды удалось найти в сказке Владислава Крапивина «Дети синего фламинго». И это настолько меня ошарашило, что я прекратил, вернее, приостановил работу над продолжением «Темного пламени» и начал изучать в конспирологическом плане творчество Владислава Крапивина. И о том, что я так поступил, не жалею. Хотя я, конечно, еще очень-очень надеюсь вернуться к продолжению работы над моим романом. Что бы там ни было, скромный результат этой моей работы сейчас может быть у вас в руках, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. И, как я уже сказал, оно получилось не только по творчеству Владислава Крапивина, но и по творчеству Михаила Ахманова. Ссылка, по которой книгу можно приобрести, будет под роликом. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите на конечных заставках. Вначале поясню. Это тот запчасть моей новой публицистической книги «Были ли Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами тайного общества ДИСК». Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Это второй отзыв. Это вступительный отзыв к циклам книг Крапивина «Великий кристалл». Моя книга – это цикл отзывов на книги Владислава Крапивина и Михаила Ахманова на предметы возможной конспирологической составляющей. Ссылка, по которой можно приобрести мою книгу, будет под отзывом. Публицистическую книгу топологии Миров Крапивина Владимира Тавалаева я открыл для себя недавно, равно как недавно открыла этого автора. Сам, кстати, автор эту книгу назвал статьей. Но здесь он поскромничал. Это, на самом деле, довольно большая и интересная публицистическая работа, которая писалась пять лет. С 1992 по 1997 годы. Понятно, когда я нашел эту книгу и прочитал ее, я поискал информацию о Владимире Тавалаеве в сети, но вначале, к сожалению, практически ничего не нашел. Но позже кое-что нашлось, и мы даже с ним виртуально познакомились. Вот как выглядит обложка книги. А вот как она выглядит в полном размере. Поискать книги о космогонии Крапивина, вернее, о его вселенной или вселенных Великого Кристалла, я тоже начал недавно. Начал после того, как начал работу над указанным циклом отзыва. Но я знал, что критиками, как ни странно, почти не отработано творчество Крапивина. И поэтому не очень надеялся, что что-то удастся найти. Но вот, к счастью, как видите, что-то найти таки удалось. Конечно, работа, что и говорить, любительская. К тому же, это не совсем авторская работа. А это, скажем так, в значительной мере, компиляция различных авторов-крапивинцев. Компиляция их работ. Кстати, и не только авторов-крапивинцев. В том числе и очень известных авторов. Например, Таллаев очень большое внимание уделил творчеству Нейннах. Натарий Васильевой. Автор очень известный среди толкиенистов «Чёрной книги арбы». Я сразу скажу, что его параллель между вселенной Эа Толкиена и вселенной Великого Кристалла Крапивина кажется мне очень-очень интересной. Я вполне допускаю, что творчество Владислава Крапивина конспирологическое и тайно пиарит концепцию шестимерной вселенной Роберта Бортини. То же, что творчество Толкиена конспирологическое и скрыто-борческое, я считаю уже давно. Кстати, уже к счастью есть работы, которые утверждают, что никакое творчество Толкиена не христианское, а на самом деле это скрытый пиар-гнестицизм. Если продолжать разговор о параллели Толалаева между творчеством Крапивина и Толкиена, то наиболее интересная, мне кажется, его мысль о том, кто такие те, которые велят у Крапивина. С точки зрения Толалаева это звезды. Кто читал «Белый шарик» матроса Вильсона, тот знает, что звезды во вселенной Великого Кристалла Крапивина это разумные существа. И параллель между звездами Крапивина и Айнур Толкиена, проведенная Толлаеву, а также его утверждение, что, видимо, те, которые велят, это и есть эти самые разумные звезды, на мой взгляд, имеют под собой абсолютно все основания. Напоминаю, эти чудовищные социальные паразиты, те, которые велят, во вселенной Великого Кристалла не имеют тел и приходят на планеты, населенные людьми, включая нашу планету, воплотившись либо в статуи, либо в манекены. Мальчик же, Яшка Скидсон, который параллельно еще и звезда, а также параллельно вся Вселенная Великий Кристалл, пришел на нашу Землю, в послевоенный Советский Союз, тоже воплотившись в статуи. Пришел один к одному, как те, которые велят. Здесь, кстати, хочешь не хочешь, но возникает вопрос. А подобная постановка проблемы Крапивиным это не перебор ли? И вообще не тянет ли это на бред сумасшедшего? Даже для сказки? Ответ отрицательный. Как ни странно, не перебор. И не только для сказки, но и для реальной жизни. Я, кстати, давно уже уверен, что Вселенная Великого Кристалла это далеко не сказка. Позиция современной науки, как ни странно, звезда может быть разумным существом, если она самоорганизующаяся система. И в фантастике, кстати, научной фантастики, уже описана масса самоорганизующихся систем. Наиболее удачное, наиболее научно обоснованное описание самоорганизующихся систем, на мой взгляд, сделал украинский, ну, вернее, еще советский, писатель-фантаст, а также одновременно ученый нейробионик Владимир Кузьменко. В его научно-фантастическом романе «Эпопея и древо жизни». Сам Кузьменко, кстати, как раз и был специалистом в области сложных самоорганизующихся систем. Но и здесь нужно добавить, что кибернетики давно уже поняли, что сложные самоорганизующие системы могут не только создаваться людьми, но и возникать по естественным причинам. Я не буду здесь подробно останавливаться на описаниях Кузьменко, просто потому, что для неподготовленного человека это будет сложновод. И я остановлюсь на трех других самоорганизующихся системах, которые уже довольно широко внедрены с помощью кинематографа в общественное сознание. Первое и внедренное уже довольно давно это «Разумный океан» из романа Станислава Лема «Салерис». Кроме того, этот роман был экранизирован неоднократно. Первая экранизация, на мой взгляд, самая удачная, это экранизация Андрея Тарковского, одноименная. Вторая самоорганизующая система это Эйва из фильма «Аватар». И третья, тоже очень широко известная самоорганизующая система, это «Матрица» из известной киноэпопеи Бачилски. Отрицать научно, что подобные процессы возможны не только в биологических системах океан Салериса и Эйва, и не только в кристаллических матрицах, но и в плазменных звездах. Сегодня научно, повторяю, отрицать этого нельзя и близко. И, кстати, между миром Матрицы Вачовски и миром Вселенной Великого Кристалла Крапилина куда больше общего, особенно чисто в научном плане, куда больше общего, чем кажется, с первого взгляда. И, надеюсь, в процессе дальнейшей работы над отзывами мне удастся развить эту тему. Добавлю, что в книге Талла Лаева есть еще и масса других интересных мыслей. Но, чтобы не заходить в дебри, я остановлюсь здесь только на двух. Первое. Он описал строение Вселенной Великого Кристалла и назвал ее «Двенадцатимерной Вселенной». Не знаю, откуда он попал, это и знать не хочу, но он описал строение именно «Шестимерной Вселенной» Роберта Бартинина. Вселенная Крапивина по Талла Лаева имеет три измерения пространства и три измерения времени. Кроме того, она имеет форму Тора. Вот, кстати, как выглядит Тора. Это движущееся изображение, поскольку стационарное изображение не даст полного представления об этой довольно сложной геометрической фигуре. Второе. Он дал свою классификацию произведений Крапивина о Вселенной Великого Кристалла. Его классификация очень сильно отличается от официальных. По сути, он разделил все творчество Крапивина на две части. Первая – это книги о грани Альфа. Грань Альфа – это наша с вами реальность, наша с вами Земля. И вторая – это книги собственного о Вселенной Великого Кристалла. И его список книг именно о Великом Кристалле куда шире официального. И добавлю мне, его список книг кажется куда интереснее, чем официальный. Я в свое время, к сожалению, начал писать отзывы на книги Крапивина о Вселенной Великого Кристалла не по порядку, предложенному Талалаевым. И на первом этапе вот в эту книгу они тоже вошли. Так как я начал их писать и решил, что так будет лучше, а не по тому порядку, который предложил Талалаевым. Но прочитав его книгу, я сразу дальше начал следовать предложенную им порядку. Хотя, впрочем, тут тоже есть нюансы, но об этом мы поговорим лучше в свое время. Напоминаю, ссылка, по которой можно приобрести мою книгу, прямо под роликом. Если понравился отзыв, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Такие именно вы видите на конечных заставках. Вначале напомню, что этот отзыв в честь моей новой публицистической книги были Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами Тайного общества Диск. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Это третий отзыв, это вступительный отзыв к межавторскому циклу книг Ричард Блэйда. Моя книга, новая книга, это цикл отзывов по творчеству Владислава Крапивина и Михаила Ахманова на предмет того, что в них, возможно, есть конспирологическая составляющая. Ссылка, по которой можно приобрести электронную версию книги, будет под отзывом. С межавторским циклом Ричард Блэйд я столкнулся ориентировочно в 1995 году. Цикл потряс меня количеством произведений и увлек по-настоящему. Много позже я узнал, что с количеством отзывов, что с количеством книг сильно ошибался. Их намного больше, чем я думал в начале. На этом я еще немного останавливаюсь. В те годы я отнесся к этому циклу просто как к развлекательному чтиву. Но было чувство, что книги куда серьезнее, чем кажутся. Не так давно я решил почитать, что пишут об этом цикле. Ну и сразу наткнулся на очень много интересного. Цикл был начат еще в 1969 году. Группа американских и канадских писателей. Потом его продолжила группа писателей французских. Всего было известно на 37 книг. И цикл на Западе закончился в середине 80-х годов 20-го века. И много лет об этом цикле никто не вспоминал. Ни одна из этих книг также не была экранизирована. Хотя они довольно телегиничны. Но, видимо, дело было в том, что они потребовали бы очень больших бюджетов. Это не позволило решиться данному вопросу. Но в 1994 году эти книги пережили у нас в стране второе рождение. И пережили его, что самое интересное, так сказать, в духе Пиноккио и в духе страны Уз. Как известно, с подачи Алексея Толстого они у нас превратились в Буратино и с подачи Александра Волкова в волшебную страну и изумрудный город. Только на этот раз работал не один автор, а большая группа авторов. История здесь почти детективная. Имена некоторых авторов неизвестны по сей день. И по сей день скрываются под псевдонимом. Вернее, здесь можно сказать так, не только авторов, но авторов и переводчиков одновременно. Почему авторов и переводчиков одновременно? Были не только переведены западные книги о Ричарде Буэллиде, но была еще написана куча дополнительных. Наш, так сказать, чисто российских книг. Первую скрипку среди этих писателей играл Михаил Нахмансов, который больше известен по псевдонимам, я лучше зачитаю. Михаил Нахмансов, Дж. Лэрд, Майкл Мэнсон, М. Сайнер. Но были и другие псевдонимы. И Михаил Нахмансов, ну или Михаил Нахманов, чаще всего он писал под этим псевдонимом, хотя не в этом цикле, не скрывал с самого начала, что он сделал не перевод, а более чем вольный пересказ этих книг, поскольку счел эти книги слабыми и не смог удержаться от искушения их улучшить. Я должен сказать, на мой взгляд, у него все получилось. Книги у него получились увлекательными по-настоящему. У всего, кстати, наши писатели только тогда, в 90-е, дописали к этому циклу 41 произведение. Но потом были и еще. Интересно также, что супруги Мунзиновские отнесли Алексея Толстого и Александра Волкова к конспирологам. Между строк, пиарящих в своих книгах теорию шестимерной вселенной Роберта Бартини. А мне понятно, в 90-х и в голову не пришло провести такую параллель. Возникло такое чувство, что книги куда серились не о чем кажутся. Немного о самом цикле. Его герой классический супермен, агент английской разведки. Ясно, что писался он Джеймса Бонда, у которого единственного оказалась способность путешествия по параллельным мирам. Ну и понятно, он весь кругом, как говорится, в борьбе и любви. Точнее, по горло в борьбе и любви. Английское правительство, дескать, вело секретный проект, использовавший эту его способность. И в ходе этого проекта он посетил десятки параллельных реальностей. Подвергся там, понятно, немыслимому количеству опасностей, немыслимые вещи узнавал, пережил немыслимые приключения, но при этом каждый раз умудрялся оставаться в живых. Нельзя сказать, что после 90-х я совсем забыл об этом цикле. Если мне попадались новые произведения, я их читал, но попадались и мне не так часто. Но мне как-то пришло в голову посмотреть, что об этом цикле пишут. Пишут, что критики и литературоведы. И для начала я прочитал предисловие самого Нахманца к этому книгу и сразу обнаружил много интересного. Вот, собственно, главная цитата в этом предисловии, которая меня заинтересовала, она довольно объемная, но ее нужно сочитать, и я зачитаю. «Технология проникновения венные миры». Надо отмечить, что Джеффри Лорд тщательно обходит технические вопросы, связанные с путешествиями Блэйда. Меня не удивляет, что ничего не сказано о самом чудесном компьютере. В конце концов, ясно, что на рубеже 60-х, 70-х годов 20 лет назад Лорд имел очень приблизительное понятие о вычислительной технике. Но какую-то разумную гипотезу о поводу измерения Х он был обязан придумать. Мы уже узнаем по всему поводу только следующее. Первое. Вселенная измерения Х расположена не в ином времени и не в ином пространстве. Так утверждает гениальный Лейтон. Но если эти миры существуют не во времени и не в пространстве, то где же еще явная нелепость, недопустимый логический прокол? Второе. Компьютер не переносит блайдованные миры в физическом смысле. Он так перестраивает его мозг, что наш герой начинает воспринимать эти новые реальности. Во втором случае мы имеем дело с добротной, хорошо известной фантастической идеей, с которой я готов полностью согласиться. Но неопределенность по первому пункту всегда раздражала меня. И как представитель точных наук я с ней никак не мог примириться. Кроме того, небулярность вместо расположения миров измерения Х существенно тормозит сюжет. Ведь Блэйт часто отправляется в путь с дополнительными устройствами, уживленными то в мозг, то под кожу. И надо четко представлять себе, как все эти спейсеры, передатчики, телепортаторы, силовые экраны и так далее действуют в других мировых. Это очень важный вопрос, так как иногда сюжет всего произведения построен на особенностях одного из подобных приборов. Поэтому я воспользовался еще одной добротной и хорошо известной идеей о параллельных вселенных, сдвинутых на квант времени друг относительно друга. Вот к них-то и путешествует, реча Блэйт. А компьютер в этом случае перемещается в своеобразный, превращается в своеобразный темпоральный движитель, позволяющий страннику преодолеть временной барьер между реальностями. В рамках такой модели можно развить целую теорию о переносе органических и неорганических объектов, о расположении мировно-хронологической шкале, о темпоральном сопротивлении, о возможности повторного визита из миров, из одних миров и так далее. Михаил Нахманцев, кстати, профессиональный ученый-физик. Вернее, уже был профессиональным ученым-физиком, его не так давно уже нет с нами. И не сложно заметить, уж не знаю случайно или специально, что он вбил в этот свой цикл о Ричарде Блэйде, теории шестимерной вселенной Роберта Бортини. Реальности, отстоящие друг от друга, на квант-времени, это ведь трехмерное время Бортини. И да, с позиции ее теории между этими реапальностями возможен тоннельный квантовый переход. Кстати, он возможен по теории Бортини и между прошлым и будущим. С позиции его теории машина времени возможна. Самое же интересное, во всяком случае, если верить супругам Бузиновским, и если верить Ивану Ефремову, переход этот можно осуществить только посредством энергии души. Индуизм называют эту энергией кундалини. В цикле же для этого используется некий созданный английским гениальным мужчином суперкомпьютер, который перестраивает в мозгу Ричарда нервные, извиняюсь, нейронные связи, тем позволяем переместиться в эти самые иные реальности. При этом, тоже важная деталь, перестраивается нейронные связи почему-то только у Ричарда, больше ни у кого. Также стоит отметить, что если смотреть теории Бортини, то Ричард путешествует в основном по объему времени, но и по плоскости времени он тоже, впрочем, иногда путешествует и даже встречает там самого себя. Ну, понятно, он там несколько другой с несколько другой судьбой. Добавлю, иногда он путешествует даже и сходить, и смотреть из теории Бортини и пострелять времени. О том, что это такое, думаю, мы поговорим позже. Но, думаю, уже несложно понять, что после того, как я это прочел, у меня возникло желание перечитать межавторский цикл Ричарда Блэйни, рассмотреть его внимательно именно с позиции теории шестимерной вселенной Бортини, ну или Буратино, как кому больше нравится. Супруги Безиновские утверждают, что Буратино как раз Алексей Толстой писал с Роберта Бортини, и это созвучает далеко не случайно. Кстати, если говорить о умористических персонажах, Безиновские утверждают, что с Бортини и Львы Петров писали Остапа Бендера. Я исходил из того, что цикл в конце концов по-настоящему занимательный. Если даже выяснить, что я ошибаюсь, то отзывы все равно обещают быть очень интересными. Также должен сказать, что когда я начал эту работу, то допускал, что столкнулся с новым конспирологическим циклом от силы процентов на 10. Произведения было все-таки слишком много борьбы и любви, хотя это, безусловно, добавляло им занимательности. Но, естественно, я рекомендую этот цикл прочтений. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Терич, ролик в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.